Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами читаем вторую главу. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейской, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился и весь Иерусалим с ним, и собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Такие первые шесть стихов мы видим, что, когда Иисус родился, рождается в Вифлееме, то Ирод пришел в смятение. Но не только Ирод пришел в смятение, говорится, что и весь город пришел в смятение. Ну, Ирод понятно. Многим из нас известно, почему Ирод приходит в смятение, потому что он занимал царское достоинство и правил Иудеи незаконно. Он не был из колена Иудина. По пророчеству, которое записано в Ветхом Завете и в книге Бытия, благословение народа израильского, двенадцати колен израильных, сказано о том, что, когда отойдет скипетр от Иуды, тогда, то есть отправление иудейского колена, тогда родится Мессия. Вот уже более двадцати лет Ирод незаконно занимал правление и царский трон над народом израильским. Многие это знали, и первосвященники, и книжники об этом знали, но настолько боялись римской власти, прокуратора, настолько боялись расправы, может быть, кроме зелотов, что не смели что-то сказать вопреки. Хотя понимали, что Ирод был идуминянин и никакого отношения к колену иудейскому не имел, к колену Иуды. Знал об этом, конечно, и сам Ирод, который подкупом, различными взятками наверняка достиг этого места, места властителя над Иудеей. Поэтому, когда он услышал о том, что родился Мессия, что пришли волхвы с Востока, не надо думать, что это были какие-то бродяги. Это были серьезные люди, это была делегация, примерно с Вавилона, с Месопотамии. Это люди были ученые, по одежде было видно, что они не просто путешественники. Да и, наверное, с простыми людьми не стал бы Ирод и разговаривать. Но здесь мы видим, что само событие говорит о том, что Ирод допускает их во дворец. Их пустили. И они у него спрашивают, задают ему такой вопрос, что мы видели звезду, что где-то должен родиться Мессия, Спаситель. Здесь Ирод, конечно, встревожился. И весь город с ним. Но весь город с ним, тот вопрос, который я задал, понятно почему. Все, что скажет правитель, это так или иначе касается людей. Как ведет себя правитель, так это отражается, хотим мы того или нет, на поведении людей. Потому что человек создан по образу и подобию. И человек склонен подражать не только Богу и людям праведным, но и людям негодным. Мы, наверное, сами в своем поведении иногда это можем замечать, что что-то я начал говорить, как вот этот человек, или в виду себя пообщав с тем, как говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Мы помним, когда в России был президент, и он был склонен к чрезмерному винопитию, мягко говоря, то вся страна тогда в 90-е считалась нормой совершенно прийти пьяным на работу и подебоширить даже. Как президент стал кататься на лыжах, ездить в горы. Вся страна начала носиться с лыжами. Что лучше, то хуже. Ну, конечно, на второй лучше. Несомненно. Поэтому, так или иначе, слова поведения первых людей в городе, в стране, оно влияет на поведение и людей, живущих в ней. Поэтому здесь сказано, что и они, все люди, и весь город пришел в смятение. Это беспокойство о том, что родился Мессия, Ирод понимал, что он незаконно занимает место правления иудеи, вызвало в нем действительно такое смятение и суету. И вот он призывает кого? Книжников, варисеев, чтобы они ответили ему на этот вопрос. Где должен родиться Христу? Он собирает. Спрашивает у них. Они сказали им в Вифлееме иудейском и даже приводят цитату из пророка. Они собирают книгу, идут в книгохранилище. Это не как сейчас. Набрал в интернете, там быстренько нашел в поисковике. Проходит целый процесс. Находят это пророчество, зачитывают Ироду, то есть выполняют свою прямую обязанность. Но что интересно, когда мы будем с вами читать далее вторую главу, мы не видим, чтобы сами иудеи, которые знали об этом пророчестве, о котором за свидетельствием эти ученые люди, астрономы, волхвы, которые занимались тогда в Вавилоне, было самым таким занятием, считающимся достойным людей знатных, это наблюдением за звездами. Вавилон, Миспотами. Они приходят именно оттуда. Не знают об этом, что должен родиться Мессия, что должна быть звезда на небе. Может быть, из книги Чисел они знали об этом. Скорее всего, в большей мере, эти волхвы знали, и это из того, что помним, кто был в Вавилонском плену. Недаром здесь говорит, когда мы с вами читали первую главу, то мы видим, от переселения Вавилон 600 лет до переселения Вавилон народ израильский находился в рабстве в Вавилонском. Помним, что пророк Даниил был там, его книга Даниила, говорящая о 77-х. И тогда придет Мессия. В этой книге содержится множество пророчеств о пришествии Мессии в этот мир. Наверняка. А эти люди были любомудрые, они любили всякую мудрость. Наверняка эти повествования содержались тогда у Вавилонян. И вот эти люди, исследуя, видя звезду, видя, что оно идет необычным образом, не как обычно, все звезды, а движутся с севера на юг, они поняли, что это не просто так. Отцы церкви говорят, что это не было просто явление какое-то астрономическое. Это ангел Господень шел по небу и указывал место, где должно родиться Христу. И они увидели, что это движение звезды нарушает весь порядок вещей. Вот что их заинтересовало. Поэтому, как ученые люди, они приходят. Но что же иудеи, о которых я сказал? Они только прочитали пророчества, но сами не последовали посмотреть, так ли это на самом деле. Они как бы... Вот что они сделали. Они предоставили императору отчет о проделанной работе. Более ничего. Только отчет. Отчитались, и наше дело маленькое. Формализм. Религиозный фарисейский формализм привел к тому, что они не только не последовали здесь, чтобы достовериться и увидеть, исполнилось ли это пророчество, которое сами они прочитали. Они отвергли Христа, который уже пришел сам и говорил с ними, о котором они знали. Но свою историю, свою религию они превратили в формализм. Отношения, в обряды верия замкнулись сами в себе, в самовозвышении, в гордыне. Вот мы. Тогда Ирод, как сказано тайно, призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. У Ирода понятно, по какой причине интересуется. И послав у Фифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте, о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Видимо, он им как бы дает задание, хотя какую власть он имеет над ними. В общем-то, они не его подданные. Они, выслушав царя, пошли. И сеть звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. Некоторые люди говорят о том, у меня есть много лекций, которые посвящены астрологии и в ряду астрологических прогнозов, которые лишают свободы воли человека, коль звезды предсказали, зачем что-то делать. где некоторые люди говорят о том, что эти волхвы тогда, они были астрологи. Я готов даже согласиться. Но хочу призвать этих людей, которые до сих пор верят в астрологические прогнозы, в общем-то, в некой степени преклоняются перед ними, даже тех, которые составляют их, последуйте тогда этим людям, которые пришли, увидели Христа, младенца, что они сделали? поклонились. И далее мы видим, увидев звезду, да, как сказано, они увидели, и, войдя в дом, возрадовались, сказано, радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца и матерь, и принесли ему сокровище, золото, ладан и смирно. Видим, что эти волхвы, а имена их известны, Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Мельхиор был, как свидетельствует предание, седовласый старец, он принес золото, как царское достоинство Христа. Гаспар, румяный юноша, безбородый, принес ливан, ладан, как священнику, как архипастырю, великому архиерею. А Валтасар в средних лет принес смирну, указывающий на то, что он будет погребен, умрет и воскреснет. Когда я был милостью Божьей на святой горе Афон, своему удивлению я видел эти дары. Особенно в монастыре Аги Павла там были как раз, было это золото. Это не был просто кусок золота. Когда мне вынесли, я спросил, что это? Когда вынесли всем паломникам, я подошел, я так просил, не понял сначала, что это? Они говорят, это то золото, которое принес Мельхиор. Это такие золотые пластины, примерно вот такой, вот, может быть, ширины, как, ну, если говорить, как спичечный коробок, чуть пошире, и вот длина где-то сантиметров семь. Это такие пластины, которые вешали царю, вот как, что, как по ноге такая, вот как цепь. И там было несколько пластин. Я говорю, а это все? Нет, говорят, еще в одном монастыре, еще содержится несколько. Это как раз то самое золото, которое было принесено Алтасаром. И получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, 12 глава, то есть эти люди, астрономы, мудрецы, иным путем отошли в страну свою. Мы видим, что этот 12 стих нам как бы указывает на то, что Ирод якобы хотел поклониться, это было его лукавство. Бог вмешивается в ситуацию, и видим, что не хотел, чтобы возвращались эти люди и говорили, где родился Христос. Когда же они отошлись, и ангел Господний явился во сне Иосифа и говорит, встань, возьми младенца и матерь его, беги в Египет, и будь там доколе, не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Вот какие слова есть бегства в Египет. Об этом говорит Светлян Златоуст. Цитата. Вавилон и Египет, мы видим, что те приходят с Вавилона, а теперь отправляется Христос в Египет. Владенец еще с своими родителями. Вавилон и Египет вот два места, бывшие гнездом всякого нечестия. От Вавилона Христос принял поклонение через волхвов, а Египет осветил своим посещением и этим показал, что он пришел спасти самых отчаянных грешников, лишь бы только они обратились к нему с покаянием. Конец статы. Какие мощные слова, призывающие человека к покаянию, к обращению к Богу, самых отчаянных, говорит, грешников. Когда человек уже видит, все, не могу я справиться с этими внутренними страстями, ничего не получается, борюсь, они как мухи назойливые, так и жужжат в голове и в чувствах. Это все от того, что нет покаяния, нет обращения к Богу, нет обращения к святым строкам, евангельским, которые способны очистить и осветить душу человека. Что человек сеет в свою голову на протяжении всей жизни, в этом информационном потоке, в котором мы живем сегодня, еще сложно разобраться, что у нас там творится внутри. То одна песенка, то одна мысль, то третья мысль, то четвертая то нас унесло мечтами, как нам разбогатеть и еще чего только нет. Нет только одного, что способно нас привести к покаянию. Это Слово Божие, которое, как сказано, освещает человеку. О Слове Божьем вообще говорится в Евангелии от Луки, помните, восьмая глава, что Слово Божие это семя, которое готово упасть куда? На плодородную почву, но куда оно падает? Христос не случайно говорит эту притчу там. Куда падает это семя? То при дороге, то на каменистую почву, то в тернии, которая заглушает его. Покаяние это как раз та почва, на которую способно упасть Семя Божие, Слово человеческое и Слово Божие, и привести всего человека, даже как выражается Иоанн Златоуст с самого отчаянного грешника, привести его к Богу и очистить его душу. Так пишет отчаянных грешников, лишь бы только они обратились к нему, сравнивая Египет и Вавилон, пишет свидетель Иоанн Златоуст. Действительно интересно, что предание также говорит о том, когда Христос приближался к Египту, то многие идолы рушились в Египте. Это поклонение этой жабе, которые поклонялись к богатству, как была такая огромная статуя в виде жабы. Считалось, что если принести поклонение, то тогда как раз человек будет богатым. Эти идолы, и рыбы, и кошки, и поклонение за атеизм, так называемое поклонение животным, стихиям мира, все, что только не бытовало, в Египте многие из этих идолов сокрушались, даже самим приближением Христа еще младенца, просто разрушались. И вот мы видим, что и там было до смерти Ирода, до сбои встречения Господа через Параок, который говорит, из Египта возвал я сына моего. Мы видим, что Евангелис Матфей очень часто указывает на пророчество Ветхого Завета. Мы помним с вами, что Евангелие от Матфея писалось именно иудеям для их обращения и приведения к покаянию. Поэтому для них было очень важно то, о чем говорилось в пророчествах Ветхого Завета, услышать, что это именно так исполнилось на Господе и Спасителе Иисусе Христе. Тогда Иеров, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме, во всех пределах его от двух лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Мы видим, что делает Ирда. В своем гневе, в своем раздражительности, занимая незаконную власть, придя к ней путем подкупа, лицемерия, он теперь действительно грехи не бывают несвязанными. Он теперь приходит в раздражение, и это раздражение ведет его к убийству ни в чем не повинных младенцев. До двух лет, на всякий случай. Почему не до года? Почему до двух? На всякий случай. Так пишет один из отцов церкви, исторопилосеводцы. Пишет, «Нечего щадить лишнюю сотню детей, когда дело идет о моей безопасности», рассуждает Ирод. Очень сложный стихт для прочтения в том смысле, что некоторые люди так и спрашивают, почему же Бог допустил? Почему Бог допустил? это невинное избиение младенцев? Свидетель Анзлатоуст по этому поводу пишет следующее, задается себе таким же вопросом и сам отвечает на него. Почему Господь попустил это избиение младенцев? Потому что всякую неправедную обиду Бог вменяет нам или в отпущение грехов, или готовит нам за нее награду и блистательные венцы. Ты же скажешь, что дети достигнув возраста, может быть, совершили бы какие великие дела, но Бог не допустил бы их ранней смерти, если бы они должны были бы сделаться великими людьми. Напротив, они легко могли бы быть в числе тех, которые кричали Пилату «Распни его! Распни его! Кровь его! На нас и на детях наших!» Может быть, на них обрушились бы те же скорби и беды, о которых Господь говорит перед Своими страданиями. Ибо приходят дни, в которые скажут блаженно неплодные и утробы неродившие и сосцы не питавшие. И это-то божество теперь и это-то блаженство теперь досталось вифлеемским матерям. Им лучше бы было потерять детей в невинном возрасте, чем видеть их несчастную смерть или ужасные бедствия, ужасные последствия, когда они стали бы опорой их немощной старости. Так говорит святый Леонг Златоуст. Наши причины, впрочем, это не все. Есть и другие, сокровеннейшие таковы причины. Но это не все, есть другие сокровеннейшие, которые ведает только един Господь. Конец статуса. Я как-то, по-моему, рассказывал эту историю, но сегодня будет к месту ее упомянуть. Как описывается в такой оголоцерковной литературе, как у одной женщины умер младенец, двухлетний. И она плачет и не понимает, и вопрошает, Господи, за что? Я прожила, взял бы меня. Но за что дитя? В чем повинно дитя? Почему так рано? Всего два года? И вот она берет этот гробик, приходит домой, ставит его возле икон, берет псалтырь, читает. И вдруг состояние такое, как бы, от усталости, она впадает в сон. Такое понять, как тонкий сон, как бы человек ум трезвится, а вот бывает от волнения, от усталости такое состояние. И вдруг она видит такую картину. Дом, в доме накурено, давно не проветривалось, столы огромные, пирушки чувствуются здесь уже длятся не один месяц. непонятные непонятные мужчины, развязанные женщины, бокалы с вином опрокинутые, кругом мусор. И вдруг один человек встает уже пьяный из-за стола, отчаявшийся, качающийся, идет в туалетную комнату, выпивает на ходу еще один стакан с водкой, закуривает сигару, бросает, в гневе ее растаптывает, находит в углу веревку, набрасывает ее на перекладину, петлю себе на шею и спрыгивает с стула. И вдруг она очнулась. И как бы голос ангела-хранителя говорит ей, если бы сейчас в этом лучшем состоянии я бы не призвал его к себе, это была бы его жизнь. А самоубийцы в царстве Божией не наследует. Поэтому это мы думаем, что вот так, это мы думаем, что хорошо, но Бог всеведущий, всезнающий, как об этом пишет и свидетель Леон Златоуст, говорит о том, что если бы сейчас Господь их не призвал, потому что даже самое злое Иродова Бог обратил в добро. Они сейчас как мученики восхитили, как невиновные мученики, не повинные ни в чем, восхитили венцы в Царстве Христовом. А так могли бы быть распинателями Христа. Поэтому, как сказано в книге Второзакония 29.29, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим, чтобы мы исполняли все законы и заповеди даже до века. И далее вторая глава заканчивается тем, что Иосиф, узнав, что воцарился там Архилай, он был сын Ирода, испугался, наверное, по принципу, что яблони от яблоньки далеко не катятся, вдруг он будет таким же злым, и поселился на какое-то время в Назарете. 23 стих заканчивает вторую главу следующими словами. И придя, поселился в городе, называемый Назарет, даст будет цареченное через пророков, что он Назареем налечется. Такие события, которых Господь позволил нам прикоснуться сегодня во второй главе Евангелия от Матфея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok